Как получить 6 кубиков пресса? Друзья, всем привет! И сегодня я вам хочу показать 5 простых упражнений, с помощью которых вы сделаете свой пресс намного рельефнее и вообще, наконец-таки, увидите свой пресс. Также дам вам пару советов, без которых вы 100% никогда в жизни не увидите пресса. В общем, меньше слов, больше дела. Погнали! Продолжение следует... Продолжение следует... Только что я вам показал отличную тренировку пресса, но одной тренировки мало для того, чтобы пресс был действительно рельефным. Да, он у вас накачается, но видно его, скорее всего, не будет. Он будет спрятан где-то глубоко под слойкой жира. Да и, в принципе, в любых упражнениях задействован пресс. Поэтому, так или иначе, кубики пресса, они у вас присутствуют. Просто вам необходимо снизить уровень жировой прослойки. В данный момент я нахожусь на массонаборе, но, тем не менее, даже на массонаборе пресс у меня виден. Это говорит о качестве этого самого массонабора. То есть, когда вы находитесь на массе, все равно вы должны соблюдать определенную жировую прослойку. То есть, не есть ничего лишнего. И в любом случае соблюдать правильное питание. Куда бы от этого вы не хотели деться, это так. Так вот, друзья, самый главный совет – это держать дефицит в питании. Если вы хотите реально увидеть свой пресс, то делайте кардио. Желательно делать кардио каждый день. Можете делать кардио натощак, можете делать кардио вечером и так далее. Натощак кардио просто позволяет наиболее эффективно сжигать жиры, именно утилизировать жир. Он не помогает вам сжигать больше жира. Нет, ни в коем случае. Наш организм – штука очень сложная. И больше, чем 500 грамм жира в неделю он утилизировать, к сожалению, не способен. Поэтому делайте кардио натощак, либо вечером, неважно, когда вам угодно. Кардио может быть как ходьба, если у вас слишком большой лишний вес. И вам не нужно делать компрессионные нагрузки, чтобы не повредить позвоночник. Поэтому делайте ходьбу в течение полутора часов. Если у вас вес не такой уж большой, то делайте пробежку. Это будет намного эффективнее по затратам времени. То есть вам понадобится меньшее количество времени за то же самое время, как полутора часа пробежка. Допустим, 40 минут бега вы сожгете одинаковое количество калорий, даже чуть больше. По питанию вам необходимо строго соблюдать правильное питание. Именно все рассчитать по пунктам. Если у вас не будет четкой математики, то вы не будете знать, что у вас есть дефицит. То есть вам необходимо, допустим, у вас базовый обмен веществ составляет 2000 калорий. То есть вам необходимо есть ежедневно эти 2000 калорий, может быть, даже чуть больше. Если у вас есть силовые тренировки, а силовые тренировки вам необходимо делать 100%, если вы хотите, чтобы у вас был рельеф мышц, и мышцы не горели, чтобы организм не избавлялся от мышц, потому что мышцы – это готовые запасы гликогена и готовые запасы энергии для организма. А в дефиците организм нуждается в энергии очень-очень сильно. Поэтому вам необходимо все-таки делать дефицит за счет активности. То есть вам необходимо есть свой базовый обмен веществ и добавлять какую-то активность. Это может быть пробежка, тренировка, просто ходьба, прогулка и так далее. Не важно. Самое главное – это соблюдать дефицит. Только так, друзья. Других тут правил нет. Все очень просто и старо, как этот мир. Еще в СССР люди придерживались таких правил. И, как вы знаете, золотая эра бодибилдинга. У них все были… у всех был рельефный пресс, тонкие талии и, в принципе, очень-очень хорошие формы. Я не бодибилдер, я не занимаюсь бодибилдингом, я занимаюсь функциональным тренингом. Но принципы бодибилдинга все равно необходимо соблюдать, если мы хотим видеть именно такую вот красивую мужскую форму. Но на этом, в принципе, все. С вами был я, Андрей Филиппов. Надеюсь, что информация была вам полезна. Пользуйтесь тренировкой. Она максимально простая. Да, есть упражнения сложные, но их можно, в принципе, упростить. С вами был я, Андрей Филиппов. Движение Гориллос. Увидимся. Всем до скорого.